Как известно, наш муниципалитет по праву считается одним из самых спортивных в Краснодарском крае. Физкультура и спорт объединяют людей разных профессий и помогают им жить и работать. В этом еще раз убедилась наша съемочная группа, побывавшая на открытии района и спартакеады. В физкультуре покорные люди всех возрастов. Спортивный образ жизни не только укрепляет здоровье, но и повышает качество жизни, способствует профессиональному росту. Представители различных служб администрации Славянского района, всего 11 команд, собрались в спортивном комплексе «Олимп» имени Василия Жевтика Станицы Анастасиевской на соревнования по волейболу, которыми открывалась спартакеада. На торжественном открытии всех собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Мы сегодня здесь, на соревнованиях. Это приятное, это спорт, это зима спорта, это положительные, и вносы спорта, это возможно, отбежу, познакомиться, отблить новую. Приятно, что присутствуют команды главы последней моей коллеги, приятно, что присутствуют команды депутаты. Ну и, конечно, все наши права, работников администрации, учреждений. Приятное, что это соревнования, еще что, если только вас принят, не дождует, настройка нового. Участники спартакеады, которая продлится не один месяц, люди занятые и ответственные, но все это не является препятствием для них, чтобы уделять время физкультуре и спорту. Спартакеада сотрудников администрации включает в себя состязания по настольному теннису, городкам, шашкам, шахматам, нардам, пляжному волейболу, стрельбе, боулингу, бильярду, туризму и никак не обойтись без сдачи нормативов ГТО. И мы решили провести соревнования по 15 видам спорта. Это многое, я хочу сказать. И последнее это будет, значит, выполнение нормативов комплекса ГТО. Я скажу, что в нашем районе мы тоже идем впереди практически всего края по сдаче норм ГТО. У нас очень большой процент сдачи и большой объем, который сдают нормы ГТО. Ну а сегодня, видите, сами праздник, люди довольны, люди смеются. 11 команд, участвующих в соревнованиях, были разбиты на три подгруппы. Спортсмены сначала играли в своих подгруппах по круговой системе, Затем лучшие по итогам этих игр боролись между собой за призовые места, а остальные за более высокую строчку в итоговой таблице состязаний. Надо ли говорить, что у всех был отличный настрой, который помогал им в игре. Помимо работы, знаете, можно хоть чем-то другим заняться, да. Мы, конечно, немножечко подготовились так, но совсем времени очень мало, поэтому сколько было, столько и готовились. Вот. Мы, конечно, хотим занять первое место, ну если это удастся. У нас соперники достойные, все классные. Будем стараться, будем трудиться. Наконец-то мы все вместе собрались. Кто не был знаком, познакомятся. Поиграем, пообщаемся. Я думаю, что это только объединит наш коллектив, всем нашим соперникам удачи, ну а победить сильнейший. Глава Анастасиевского сельского поселения, на территории которого и проводились соревнования, не только способствует развитию спорта в поселении, но и сам активно занимается, и в своей команде он весьма успешно играл в волейбол. Буквально на этой неделе мы соревновались здесь в даче норм ГТО. Если бы вы только видели счастливые глаза всех сотрудников, школ, детских садов, администрации, это очень хорошо, что ГТО вернулось в нашу жизнь. Всегда себя относил к любителям спорта, любителям здорового образа жизни, поэтому спасибо ровно за новое мероприятие. У каждой из команд есть свои сильные стороны, и они постараются их проявить в ходе всей программы «Спартакиады». Избранники народа впервые участвуют в данных соревнованиях среди трудовых коллективов и работников администрации города. И замечательно, что большинство населения Славянского района участвует в таких замечательных мероприятиях спортивных. И сегодняшнее мероприятие ярко этому подтверждение, что не только спортсмены занимаются спортом, но и обычные граждане, в том числе и сотрудники различных структур администрации. Это и корпоративный дух, укрепление отношений в неформальной нерабочей обстановке. Это и, конечно же, в первую очередь, это физическое здоровье, потому что где как ни в физкультуре мы можем укреплять свое здоровье. По итогам соревнований по волейболу в зачет «Спартакиады» сотрудников администрации Славянского района первое место завоевала команда главы. На втором – «Повелители стихий», на третьем – «Волейболисты» из «Орг. Комспорта». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».